Всем снова привет! В прошлой серии мы подробно разобрали, что такое сетевые кондиционеры и какие задачи они выполняют. От защиты аппаратуры до фильтрации помех в электросети. Привет! Да, коснулись и некоторых практических аспектов. Но сегодня мы рассмотрим в деталях главный вопрос. А есть ли реальная слышимая польза от этих устройств и стоит ли овчинка выделки? Вот именно! Попробуем разобраться, когда кондиционер действительно может улучшить звук, а когда это просто деньги на ветер и как это проверяется. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Окей! Значит, теория такая. Даем на вход аппарату питание почище и постабильнее. Да. И его собственный блок питания работает в более комфортных условиях. Меньше шума и искажений пролезает в итоге на аналоговый выход аппаратуры, то есть в звук. Это или линейный выход, или напряжение на выходе усилителя мощности, или звук в колонках. А защита – это как бы бонус, но очень важный. Безусловно. Защита от скачков, от пониженного повышенного напряжения – это реальная польза, которая может спасти дорогую технику. Тут спорить не о чем. Но вернемся к моему первому вопросу. Если у меня, скажем, хороший усилитель с качественным блоком питания, он же и так должен все это фильтровать, насколько ему поможет этот внешний кондиционер? Вот это и есть ключевой момент. Эффективность внешнего кондиционера очень сильно зависит от трех вещей. Первое – от того, насколько плохая у тебя сеть. Второе – качество встроенного источника питания в твоей аппаратуре. И третье – качество самого кондиционера. То есть, если блок питания в усилителе и так зверь, то толку от кондиционера может и не быть? Может и не быть. Или незаметное на слух улучшение именно в плане шума. А может и быть. Знаешь, как в анекдоте про то, можно ли встретить динозавра на прогулке? 50%? Или будет толк от кондиционера, или нет? Хочешь сказать, это всегда нужно проверять? Несомненно. Тут сказать навскидку не работает. Слишком много, слишком разные аппаратуры, слишком разного качества. Кроме того, кондиционер – лишь часть системы питания. Ты же, когда сам питаешься, ешь и белки, и жиры, и углеводы, и витамины. Нельзя же сидеть на одних белках. Конечно же нет. Всем нужна сбалансированная диета. Так и с системой питания. Если заземлишь неправильно, то ни дорогой кондиционер, ни прекрасно сделанный встроенный блок питания не помогут. Перед началом этого раздела хотим Вас предупредить о необходимости соблюдения правил безопасности при измерениях. В ролике озвучена только минимальная информация. Ее недостаточно для проведения самостоятельных работ. Помимо удара электрическим током, есть и другие риски. Или если во время работы вдруг пойдет какой-то сигнал или возникнет щелчок, на высокой громкости можно и динамики с аппаратурой сжечь и уши повредить. Важно точно понимать, что Вы делаете с аппаратурой. Без достаточного знания предмета не стоит и пробовать. Манипуляции со входами оборудования могут привести к его порче. Неумелое обращение может также легко испортить измерительные приборы. И в довесок ко всему сказанному, напомним, что такая порча аппаратуры и приборов может привести к потере гарантии на них. В общем, не делайте сами, обращайтесь к профессионалам. Итак, продолжим. Как же нам проверить качество питания? Самый объективный способ — это измерение. Что измерять? Уровень шума и гармонических искажений на аналоговом выходе устройства. Вот подключаем аппарат напрямую в розетку. Измеряем спектр на его выходе. Подключаем через кондиционер. Снова измеряем. Если характер спектра стал лучше, помехи меньше, то значит эффект есть. А если нет измерительных приборов, на слух как-то можно? Ну, такой дедовский метод. Выкрутить громкость повыше на паузе. Послушать паузу между треками. Для проверки собственного шума аппаратуры зануляется ее вход. Для этого соединяются входные контакты линейного аудиовхода аппаратуры, например, усилителя. Соединяются не просто накрытка, а при помощи согласованного со входом резистора. Слышен ли какой-то гул, шипение? Измеряется шумовая картинка на спектроанализаторе, подключенном к аналоговому выходу. А резистор зачем? Использование согласованного резистора – это очень важный и правильный технический момент. Резистор согласован по значению своего сопротивления со входным сопротивлением аппаратуры. Вместо простого короткого замыкания использование резистора имитирует подключение реального источника зрука с нулевым уровнем. Это позволяет получить более точную картину собственного шумопроверяемого устройства, поскольку его режим останется неизменным. Ясно. Так вот, провели измерение спектра. И если с кондиционером лучше… Значит, он что-то делает полезное. Есть еще детали, как измерять? Конечно. Система проверяется как в целом, так и покомпонентно. И результат не гарантирован? Не гарантирован. Конкретный кондиционер может улучшить звук одного компонента, но никак не повлияет на другой, у которого источник питания лучше сделан или менее чувствителен к помехам. А можно, наоборот, даже ухудшить, если кондиционер сам вносит искажения или ограничивает динамику тока. Не хватает мощности. Такое тоже бывает. Понятно. То есть универсального рецепта нет. А что про батареи скажешь? В автозвуке это точно применяется. Есть мнение, что питание от аккумуляторов – это идеал. Полная изоляция от сети. Стабильность. Ноль шумов. По питанию – да. Для аккумулятора – да. Но, во-первых, очень хороший сетевой источник питания может дать результат не хуже или ненамного хуже. А во-вторых, помехи по воздуху и внутренние помехи устройства никуда не денутся. В автомобиле, кроме того, может работать генератор со своими пульсациями. В-третьих, есть требования по мгновенной отдаче пиковых значений тока. Это важно для питания усилителя мощности. В индустрии автозвука с этим борются путем добавления дополнительных буферных конденсаторов. Или в автомобилях устанавливают дополнительный аккумулятор, например, литиевый, специально для аудиосистемы. Так, а выделенная линия от щитка? Это когда отдельный кабель тянут прямо к аудиосистеме? Сама по себе линия мало что дает, если она подключена к той же грязной фазе в щитке. Но… Так. Если это сделано грамотно, например, подключено на менее загруженную фазу. Или если на эту линию поставить хорошую защиту и фильтрацию прямо в щитке, например, в прошлой серии мы разбирали изолирующие трансформаторы. Тогда да, может быть польза. Но это работа для профессионального электрика, разумеется. Прямо перед обсуждением этой темы хочу сразу вас предупредить. Разработка и установка электрической защиты от природных явлений находится исключительно в компетенции профессионалов. Ошибки могут привести к потере здоровья и даже жизни, и к другим материальным убыткам. Никогда не делайте этого самостоятельно. И помните, никакая защита не дает стопроцентных гарантий. Продолжим. А что там с природными явлениями? Важный вопрос. Природа – главный источник неожиданных неприятностей для электросети. Возьмем грозу. Молния – это не просто красивая вспышка на небе, а мощнейший электрический разряд. Он может вызвать резкий скачок напряжения в линиях электропередач, и эта волна вполне способна докатиться до вашего дома по проводам. То есть, если молния ударила где-то вдалеке, это все равно может дойти до моей розетки? Да. Даже если удар был далеко, в сети могут появиться короткие, но очень сильные импульсы. А если удар близко, последствия бывают серьезные. Техника может просто выйти из строя. Страшновато. И сетевой кондиционер может защитить. Частично. Это задача устройств защиты от импульсных перенапряжений, или УЗИП. Некоторые виды электрической защиты умеют ограничивать такие пики напряжения и сглаживать помехи. Конечно, если молния ударит прямо в дом, никакая бытовая защита не спасет. Но от большинства удаленных разрядов хорошая защита должна уберечь. Можешь поподробнее? Да. Есть три вида устройств защиты от импульсных перенапряжений. Первый. УЗИП на основе разрядников. Такие УЗИП часто называют коммутирующими. Они реагируют на очень высокие напряжения и пропускают очень большие токи, что делает их идеальными для защиты на вводе в дом. Это УЗИП класса 1. Второй. УЗИП на основе варистеров. Варистер – это полупроводниковый элемент, сопротивление которого резко падает при повышении напряжения. Он реагирует быстрее, чем разрядник, но может не выдержать такой же мощный импульс тока. И третий. Комбинированный УЗИП. Самый эффективный УЗИП часто использует комбинацию разрядников и варистеров. Разрядник принимает на себя первый, самый мощный удар, а варистер дорабатывает оставшиеся менее мощные помехи. А что насчет других явлений, например, сильного ветра? Сам по себе ветер электричество не портит, но он может оборвать провода или замкнуть их друг на друга. Из-за этого в сети случаются резкие, а также множественные скачки или отключения. Тут помогают другие функции. Стабилизатор напряжения, чтобы успокоить колебания, и источник бесперебойного питания, который переходит на работу от внутреннего аккумулятора, чтобы успеть безопасно выключить технику, когда свет вот-вот погаснет. Как это будет на самом деле работать, зависит от типа и модели бесперебойника. То есть кондиционер – это не только про чистый звук, но и про защиту дорогой аппаратуры? Совершенно верно. Если вы вложились в качественную технику, экономить на ее защите, как купить дорогую машину и не застраховать ее? Но все это уже на уровне самой аппаратуры. А можно как-то защитить весь дом сразу? Да. Кроме громоотвода на мачте, для защиты всего дома существуют специальные устройства. УЗИП – или устройство защиты от импульсных перенапряжений, о которых мы говорили. Их ставят прямо в электрощитке. Они работают как блокировщики. Если в сети приходит опасный импульс, они отправляют лишнюю энергию в землю, пока она не добралась до ваших розеток. То есть поставил и все под защитой? В первом приближении – да. Но есть разные уровни таких устройств. Одни рассчитаны на очень сильные удары, например, при прямом попадании молнии в линию. Другие – на более слабые, но все равно опасные скачки, которые могут прийти по городской электросети. Часто их используют вместе. Одно устройство держит удар на входе, а другое – защищает внутри дома. А в квартире это нужно? Да, потому что молния может ударить в соседний дом или в общий кабель, и скачок дойдет до вашей квартиры. Главное, чтобы в доме было нормальное заземление. Без него такие устройства просто не сработают. А обычный удлинитель с защитой справится? Нет. В большинстве таких фильтров защита очень простая. С мелкими помехами справится, а с мощным импульсом нет. Он может просто сгореть и не спасти технику. То есть идеальный вариант – это защита на входе в дом, плюс хороший кондиционер возле аппаратуры. Именно. Это как охрана дома. Сначала у вас есть ворота и забор, а потом еще и прочная дверь в комнату с ценностями. Чем больше уровней защиты, тем спокойнее спите вы и ваша техника. Так, ну, вроде все основные моменты разобрали. И какой главный вывод? Вывод такой. Гнаться за идеальным синусом на силовом входе аппаратуры – это не самоцель. Цель – получить минимум шума и искажений на аналоговом выходе. Линейным – усилителем мощности или анализировать звук в колонках. То, что мы реально слышим. А кондиционер – это инструмент, который может помочь? Может. И что не менее важно – защитить аппаратуру от неприятностей в сети. Но даст ли он слышимое улучшение качества звука – зависит от слишком многих факторов. От самого кондиционера, от аппаратуры, от качества вашей электросети. Значит, ответа «да», «всем срочно покупать» или «нет, это все ерунда» просто не существует. Абсолютно. Все очень индивидуально. Нужно разбираться в своей конкретной ситуации. И проектировать систему питания под конкретную аппаратуру в конкретном месте, если речь идет о стационарной аппаратуре. Для мобильных устройств и аудиозвука требуется учитывать и аудиокомпоненты, и имеющийся аккумулятор, который, возможно, придется заменить или дополнить дополнительным устройством. То есть главный совет – слушать, анализировать и проверять все в своей собственной системе. Совершенно верно. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен! Мы поговорили об аналоговой частоте звука. Ну а что насчет цифровой? Вы хотите извлечь максимум из вашей аппаратуры. Не секрет, что при конвертации разрешения аудиофайлов можно потерять качество. Автор нашего канала разработал АУИ-конвертер – профессиональную программу для тех, кто ищет точность в каждой ноте. Особенно для тех, кто для этого уже инвестировал в дорогую систему. АУИ-конвертер готовит записи в высоком разрешении для открытия возможностей вашей аудиотехники – домашней и мобильной. Полная и бесплатная версия нашего аудиоконвертера имеют одинаковое качество обработки звука. И в бесплатной версии нет демо-ограничения в 2 секунды тишины при конвертации одиночных файлов до 24 бит, 192 кГц на входе и выходе, что позволяет вам с удовольствием погружаться в любимую музыку. А если вам понравится, вы можете поддержать наш проект, включая этот канал, купив полную версию Produce RD. Она открывает все возможности АУИ-конвертер, и вы можете наслаждаться коллекцией ваших записей на своей великолепной аппаратуре. Пока Produce RD работает над пакетом файлов, вы можете посвящать это время другим нужным делам. Скачайте бесплатную версию АУИ-конвертер и оцените качество сами. И это вас ни к чему не обязывает. Все ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok